Центр города как на ладони. В Чебоксарах заработало новое колесо обозрения. Устанавливать новое колесо обозрения на Красной площади начали еще в апреле этого года. Тогда жители близлежащих домов были обеспокоены тем, насколько такое соседство безопасно. Чебоксарцам объяснили, все нормы установки подобных аттракционов соблюдены. С жителями дома напротив мы встречались, разговаривали. У них были опасения по поводу того, что колесо будет шумным, что у них там будут перебежать стекла, дети не смогут спать. Но, как вы можете слышать, шума вообще практически никакого не производит. Оно бесшумное, малошумное, скажем так, не бесшумное, малошумное. И у них были опасения по поводу того, что колесо может упасть на их дом и завалить. Но на самом деле, начнем с того, что высота колеса меньшее расстояние до дома, первое. А второе упасть на него не может, потому что он стоит под собственным весом, на опорах. И более того, у него нет никакой парусности. Вообще безопасности здесь уделяется большое внимание. Посетители наши прошли. Мы закрываем, снаружи фиксируем, фиксируем, фиксируем. У нас свет внутри кабины тухнет. Наружная лампа с индикатора тухнет. И загорается неонавинент. Любителям высоты остается лишь расположиться на диванчике и наслаждаться видами. Изнутри открыть дверцу невозможно. Она открывается только снаружи. Это сделано из соображения безопасности, чтобы никто не смог на высоте выпустить. На случай отсутствия электроэнергии, неожиданного отключения электроэнергии, полного, да, во всех наших блоках, и предусмотрена система безопасного спускания людей. Отключаются пневматические подушки и вручную, с помощью ручек, электродвигатели прокручиваются, и колесо как бы приводится в движение, и вручную можно людей спустить. Если спускать, допустим, с самой верхней точки, около получаса. Кабинки оформлены в разных музыкальных стилях. В каждой из 24 установлены кондиционеры и обогреватели, поэтому колесо обозрения может работать круглый год. Один круг на колесе обозрения длится в среднем 20 минут. За это время можно рассмотреть всю историческую часть Чебоксар. Так понравилось. Такой красивый город. Очень много церквей, монастырей, не знаю, как храмов назвать. Особенно вот этот вот центр туристический, действительно, жемчужина России. Мы приехали из Нижнекамска. Все точки, которые, в принципе, интересны для посещения и для информации, для получения какой-то информации, они интересны и видны. А наверху, вот на колесе, очень хорошо, вот мы по кругу посмотрели, семь церквей насчитали. Так что, очень красивый город. Кстати, в том, что аттракцион пользуется популярностью среди жителей и гостей столицы, мы смогли убедиться лично. Несмотря на будний день, желающих прокатиться оказалось немало. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.